МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Вот главные темы выпуска. Кризис как возможность роста. Глава Чувашии побывал на столичных предприятиях. Заплати налоги. 30 апреля заканчивается срок подачи налоговых деклараций. Сообщи, где торгуют смертью. По звонкам жителей в Новочебоксарске накрыли крупный наркопритон. Главная новость дня. Крупное ДТП с участием маршрутки произошло сегодня в Чебоксарском районе на выезде из поселка Кугеси. Есть погибшие и много пострадавших. Подробнее прямо сейчас. Два фургона марки «Газели Ман», легковые автомобили ВАЗ-2109 и «Шкода», маршрутное такси «Пежо». Все эти автомобили стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Такой крупной аварии давно не было в республике. Авария произошла на трассе М-7 около двух часов дня. По предварительным данным, четыре человека погибли, десять получили ранения. Шестеро пострадавших доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах. В БСМП раненые стали поступать около трех часов дня. Из этих шести человек у нас трое госпитализированы в реанимацию. Теперь уже четверо в реанимацию. Значит, все стали известными. Был один неизвестный, но теперь они все стали известными. То есть сообщили. Одну девушку, пассажирку маршрутки после тщательного обследования и оказания помощи отпустили домой. Ой, я вообще не помню ничего. Самое чувство нормально. Просто перевязку надо делать. А так все нормально. Еще один человек на момент съемок находился на обследовании. Вопрос его госпитализации был еще не решен. Состояние тех, кого доставили в реанимацию, тяжелое, говорят врачи. Одного молодого человека, 18 лет, по данным обследования, предварительно сейчас сделали, по данным УЗИ, у него жидкость в животе, не исключая повреждения внутренних органов, сознание глубокое оглушение. Едвое поступило в нейрохирургии. Если без повреждения, как говорится, без черепно-озговой травмы, в костной патологии, наверное, муковые переломы, прогноз, можно сказать, благоприятный. А вот прогноз в отношении больных, у которых подразумевается, то есть не исключается, тупая травма живота с повреждением внутренних органов, показываем прогноз сдачи рампок. Как стало известно, больных также принимали в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы в Кугесях, в Чебоксарской районной больнице и в Детской Республиканской. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из-за несоблюдения пока, по предварительным данным, скоростного режима, из-за несоблюдения дистанции, то есть, в общем, правил дорожного движения, сначала одна из легковых автомобилей касательно столкнулась с грузовым автомобилем, следом еще три машины, в том числе автобус, который следовал, микроавтобус, из Чебоксар в Цивильск. Пежо, 21 человек вместе с водителем. Дорожные службы предупреждают весна, коварное время года, когда отепель сменяется заморозками. Будьте внимательны на дорогах. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Экономическая нестабильность в стране накладывает свой отпечаток и на работу предприятий Республики. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил несколько крупнейших производств, чтобы выяснить, как справляются коллективы с кризисом и какую поддержку может оказать правительство. Подробнее в следующем сюжете. Чапаевский завод основан еще в 1941 году и за свою историю повидал немало. Поэтому опыт выживания на рынке у предприятия есть. Возможно, благодаря этому производство и сейчас не стоит на месте и постоянно осваивает новые ниши. В соответствии с программой развития акционерного общества производственного объединения Чапаева планируют к 2018 году достичь следующих показателей. Объемы производства до 4 миллиардов рублей, среднегодовой выработки 1,67 миллионов рублей, средняя заработная плата должна увеличиться более 35 тысяч рублей и рост числа прибыли до 275 миллионов рублей. Вот сейчас кризис в стране, а у нас новые рабочие места. То есть мы людям даем и работу, и достойную заработную плату. У нас очень хорошие условия. И бытовые помещения, и раздевалки, душевые. О нас очень заботятся. Продукцию чулочно-трикотажной фабрики знают в 62 регионах страны и даже за ее пределами. Мы ведем переговоры и я надеюсь, что в апреле мы подпишем контракт с итальянцами уже на более высоком уровне. Михаил Игнатьев поговорил и с работниками предприятий. Вопросов было немало. По оплате коммунальных услуг, работе медицинских учреждений и состоянию дорожной сети в столице. В прошлом году только мы в город Чебоксары выделили 1 миллиард рублей для того, чтобы отремонтировать уроки. Таких денег город вообще не увидел. В этом году мы получили уже решение правительства Российской Федерации. 220 миллионов рублей получаем и направляем на реконструкцию Московского моста, чтобы 6 полос. Делать все это непросто. Правительство республики в ручном режиме контролирует ситуацию на предприятиях. И, как отметил министр экономического развития Чувашии Владимир Аврелькин, за легкую промышленность можно пока не волноваться. Она обновляется и завоевывает все новые рынки. Екатерина Абрамова, Алена Алтухова, Александр Петров, Республика. В Алатаре прошел второй межрегиональный форум социокультурной истоки. Его посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. И тема воспитания молодежи на примере героев стала одной из основных. Как реализуется образовательный проект в республике и насколько активно в него вовлекаются ученики, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Забывать о своих истоках нельзя, особенно сейчас. Каждого ребенка необходимо научить уважать историю родного государства. В условиях, когда другие страны пытаются пересмотреть подвиги защитников Отечества, эти задачи выходят на первый план. Открывая форум, глава республики отметил, что чувашский народ, как никакой другой, обладает богатой культурой и бережно хранит традиции предков. Эти духовные ценности необходимо передать и другим поколениям. В международной геополитике ситуация непростая. Разные политологи, разные историки начинают спорить, обсуждать, где же правда, где же настоящая правда. И с этой точки зрения сегодня со стороны подходов нашего федерального центра уже единый учебник по современной истории будет, потому что без знания истории нет будущего. Создание необходимых условий для духовно-нравственного развития и формирования личности гражданина России – это важная цель, которая может быть достигнута только благодаря эффективному взаимодействию органов власти, образовательных учреждений, родителей. Воспитывать настоящих патриотов Отечества педагогам помогает и программа «Социокультурные истоки». «АЛЛАТР» является экспериментальной площадкой федерального проекта. То, что первым в республике его начал реализовывать именно этот город, не случайно. Многие называют «АЛЛАТРИ» центром православного Поволжья, и где, как ни здесь, возрождаются истоки. Активное участие в этой работе принимает духовенство города. Слово «образование» в основе имеет образ, корень, образ. Конечно, церковь имеет в виду образ Божий в человеке, но есть сторона и другая сторона, которая именно и проявляется в служении Отечеству – это воспитание настоящего гражданина, настоящего патриота. В рамках учебного курса «Социокультурные истоки» дети углубленно изучают историю родного края, узнают о его знаменитых людях. Важная составляющая проекта – знакомство с искусством и живописью. Эта программа, отмечают авторы, должна приобщить молодежь к истинным семейным ценностям. Программа «Социокультурные истоки» в республике реализуется с 2010 года. Сейчас ее основы поддерживают порядка ста учебных заведений «АЛЛАТРИ», «Чебоксарка», «Наша» и «Аликовского района». Но уже в ближайшее время к ним намерены присоединиться школы и детские сады других муниципалитетов. Глава республики встретился с педагогами города. Как подготовить детей к единому госэкзамену и помочь им выбрать будущую профессию? В Министерстве образования отмечают, что ребят необходимо мотивировать. В девятой школе многие ребята увлекаются спортом. Глава республики познакомился и со школьной сборной по баскетболу. «Хороший спортзал, очень хороший. Все, когда пристрой строили, да? Мы сделали его по-своему. Переделывали немножко. У нас 30 метров длина и 11,5 ширина». Затронули вопросы создания комфортных условий для обучения учеников. В этом году школе из федерального бюджета выделят более 5,5 миллионов рублей. Средства планируют направить на реконструкцию фасада и замену окон. В ремонте это здание нуждается давно. Оно было построено более 70 лет назад. Сегодня состоялась пресс-конференция министра финансов Светланы Янилиной. Главный финансист республики подвела итоги работы ведомства за прошлый год и ответила на вопросы журналистов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Базовый неблагоприятный и стресс-сценарий. Об этих трех возможных вариантах развития экономической ситуации Светлана Янилина говорила еще в конце прошлого года, когда верстался бюджет года нынешнего. На сегодняшний день события развиваются по второму варианту. Но несмотря на не очень благоприятную обстановку в республике, обязательства социального характера будут выполнены в полном объеме. При любых обстоятельствах все социальные обязательства Чувашской республики выполнят перед гражданами. Это социальные выплаты, это пособия разного характера. То, что является прямой обязанностью и полномочией правительства республики. Я уже говорила, что ряд инвестиционных проектов, которые планировалось начинать стройку с этого года, то, соответственно, они будут пересмотрены. Они, исходя из возможностей бюджета, возможно, мы их и не будем начинать в этом году. А к ценам будут сделаны именно те объекты, которые мы должны завершать. На встрече говорилось и о реализации антикризисного плана. Как известно, он состоит из двух блоков. Первый – обеспечение поступления доходов. Второй – оптимизация расходов. Несколько решений по оптимизации расходов уже было принято решением главы Чувашской республики. Это сокращение и госслужащих, это сокращение денежного вознаграждения главой Чувашской республики, председателя кабинета министров, председателя госсовета и министров. По словам министра финансов, большая часть средств в этом году направлена на поддержку сельского хозяйства, во здравоохранение, на развитие физической культуры и спорта, образование. Увеличены расходы на ремонт и реконструкцию дорог. Евгения Егорова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. На то, чтобы отчитаться о своих доходах, у россиян остается чуть больше месяца. 30 апреля заканчивается срок подачи налоговых деклараций. Существует две категории налогоплательщиков среди физических лиц. Первая – это те, кто не обязан предоставлять налоговую декларацию, но вправе это сделать, чтобы получить, к примеру, налоговый вычет. Вторая – те, для кого подача декларации – дело обязательное. Это те лица, которые получают доходы от аренды, как недвижимое имущество, транспорта, другого имущества. Те, кто реализовал свои квартиры, дачи, земельные участки, транспортные средства, если владели этим имуществом менее трех лет. Лица, которые получили имущество в порядке дарения. Лица, которые занимаются различными видами деятельности, как зарегистрированный статус предпринимателя, так и разве получившие доходы. Ну, к примеру, давайте, наверное, назову, это репетиторы. Это у нас много физических лиц, которые занимаются отделочными работами. Список достаточно обширный. Узнать, попадаете ли вы в этот перечень и задать другие вопросы можно на днях открытых дверей. Ближайшие состоятся 27 и 28 марта. Заполнить декларацию можно в специальной программе на сайте Федеральной налоговой службы www.налог.ру. Однако подать документ в электронном виде пока не получится. Его придется распечатать и принести лично в ведомство. По данным на 1 марта жители Чуваши уже предоставили более 29 тысяч деклараций. Тысяча один человек заявил сумму доходов более миллиона рублей. О доходах от 10 до 100 миллионов рублей заявили 10 человек. Начисленную по декларации сумму налога нужно будет оплатить до 15 июля. Ольга Бырчкина, Сергей Рябчиков, Республика. Ежедневно в мире от наркотиков погибает 500 человек. Иногда спасает жизнь лишь один звонок в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Каждый житель республики может позвонить по телефону и сказать, где распространяют наркотики. Благодаря бдительности новочебоксарцев буквально вчера сотрудникам наркоконтроля удалось накрыть крупный наркопритон. Специфический запах и постоянные крики, которые доносились из соседней квартиры, насторожили жильцов новочебоксарской пятиэтажки. Поводом для звонка в службу доверия стали и подозрительные личности, которые ежедневно посещали квартиру. В ходе приведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в новочебоксарской квартире был организован наркопритон. Хозяином оказался владелец квартиры – 55-летний мужчина, который ранее уже был осужден по 228-й статье. Его подельницей оказалась 38-летняя женщина. Она занималась рекламой наркотиков, помогала изготавливать наркотические вещества. Городской суд Новочебоксарска приговорил основного фигуранта уголовного дела к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на два года, а его помощницу к отбыванию наказания в течение двух лет в колонии общего режима. Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где распространяют наркотики, или хотите получить консультацию по лечению наркозависимости, записывайте номер службы доверия 23-01-00. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. Ежегодное инфекционное заболевание уносит жизни полутора миллионов человек. Лечение туберкулеза, особенно в активной его форме, процесс нелегкий и очень длительный. Поэтому наилучшим методом борьбы с напастью является профилактика. Лучше всего защищены от туберкулеза дети. Первую прививку делают малышу еще в роддоме. Потом профилактикой туберкулеза занимаются в школах. Все помнят процедуру по выявлению реакции МОНТУ. Во взрослой жизни о своем здоровье заботимся мы сами. Поэтому не стоит избегать ежегодных флюорографических обследований. Ведь с их помощью можно выявить болезнь на ранней стадии. В случае негативных изменений в легких надо срочно обратиться по месту жительства, чтобы как можно скорее начать лечение. Подробнее о мерах профилактики и способах лечения можно будет узнать на дне открытых дверей в Республиканском противотуберкулезном диспансере, который состоится 28 марта. Чебоксарская войсковая часть номер 3997 в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. В торжественном собрании приняли участие представители Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России. Служу Отечеству. Для людей, сидящих в зале, это не пустые слова. Часть номер 3997 – одна из старейших в столице. У нее доблестная история. Глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил высокий профессионализм, мужество и героизм личного состава. Выражаю вам глубокую признательность за то, что вы доблестно выполняете свой воинский долг, продолжаете славные традиции своей воинской части, настойчиво совершенствуете профессиональное мастерство, чем вносите значительный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины. Лучшим из лучших были вручены правительственные награды. Благодарности и часы. Одним из тех, кто получил награду, стал Сергей Наумов. Он служит уже в этой войсковой части около полутора лет. Быстро реагируем всегда. На нас возлагают, надеются на нас, на нашу войсковую часть. При случае тревоги сразу первые пойдем мы. Я хочу быть нужным России, чтобы чувствовали, что кто-то есть на охране порядка. За долгие годы часть не раз реформировалась. Теперь она – отдельный специальный моторизованный батальон. Солдаты и офицеры участвовали в сложных боевых операциях. Многие из них погибли при выполнении служебных задач. И о них тоже вспоминали в зале. Как, например, о командире Петре Валькевича. В памяти о нем в Чебоксарах есть улица его имени. Как отметил министр внутренних дел Почуваший Сергей Семенов, служащие в ОНСКО части стоят на страже общественного порядка и доблестно выполняют свой долг. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. В этом году МЧС России празднует свое 25-летие. В честь этого в Маргаушском районе состоялись межрегиональные соревнования по спасательному многоборью среди школьников. В них приняли участие ученики общеобразовательных учреждений, а также ребята из Горно-Марийского района Республики Мариэл. Перед началом соревнований участников ждал урок безопасности, из которого они узнали, как правильно оказывать помощь человеку, провалившемуся под лед, и как вести себя на воде в летнее время. После теоретической части полученные знания школьникам предстояло реализовать на практике в физкультурно-спортивном комплексе «Сыглах». Их ожидало плавание в жилетах со спасательным кругом эстафеты и викторины. По итогам всех дисциплин были выявлены сильнейшие ими стали гости из Марийской Республики. Грачи прилетели. Из-за аномально теплой весны первые перелетные птицы появились в Чувашии уже в конце февраля. А массовая миграция пернатых, по словам экспертов, ожидается уже в конце марта. Юные орнитологи Чувашии собрались на ежегодную конференцию, чтобы обсудить текущие вопросы сообщества. Шестая республиканская орнитологическая научно-практическая конференция учащихся приурочена к Международному дню птиц. Оказывается, любителей подробностей пернатой жизни у нас немало. Конференция у нас обычно проходит два тура. Первый – это заочный тур, когда по интернету присылают работы. У нас жюри, компетент жюри проверяет эти работы, оценивает свои работы. И потом уже, в общем, все это мы проводим открыто. И таким образом после первого тура мы выбираем наиболее лучшие работы и их приглашаем уже на очный тур, где они могут сами поделиться своими работами, пообщаться друг с другом, какие-то новые идеи у них возникают, новые планы. И таким образом пытаемся их поддерживать. Каким образом ласточки строят гнезда? Когда ожидается массовый прилет серых цапель, как лебеди кормят птенцов? Все это и многое другое ребята изучают с интересом, и проводят свои научные исследования. Мне понравилось ходить в лесу, считать их гнезда, определять размеры деревьев, на которых они гнездятся, вычитывать, сколько гнезд всего. Я хочу увеличить популяцию серых цапель, потому что они очень нравятся. Я хочу, чтобы все перестали вырубать леса, у которых много дубов. Кстати, впереди самое благоприятное время для научных исследований – лето. В этот сезон всегда можно посмотреть, что получилось, а что пока нет. Я очень хорошо отношусь к природе. У нас дома три гнезда ласточек, и мне очень стало интересно. И я решила принять участие. После прилета ласточек каждый день выходила и смотрела, и изучала их поведение, как они кормят своих птенцов, за сколько недель птенцы вырастают. Такую любовь к природе взрослые только приветствуют. Ведь именно этим ребятам придется заботиться об экологическом будущем нашей планеты. Сегодня, сразу после новостей, смотрите премьеру проекта национального телевидения «Отличные студенты». Новый сезон проекта отличается от предыдущих тем, что в конкурсе теперь участвуют не только девушки, но и молодые люди. Они в паре проходят все испытания и стремятся завоевать звания «Отличные студенты», чья команда окажется лучшей, тем самым прославит свое учебное заведение. Смотрите проект еженедельно по вторникам в 20 часов 30 минут. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова